Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Ну вот каждое утро даем отчет за прошедший день. Тут вышли как бы двое супруги, Колесниковы, Николай и Анна. И говорят, мы ничего не понимаем в этом деле. Приезжают дети, они нам направили только толкнуть одну кнопку, чтобы мы можем включить. Даже не можем ответить. И ну, сделайте так, чтобы были вопросы, можно было хоть оставить. И каждый раз слушать. Вот мы сегодня, уже сороковой день идет от этого. Каждый ролик больше часа. Считай. Номер сороковой. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 20.01.2016 года. И вдруг вчера мне один человек и говорит, да никаких этих нет. Я все время спрашиваю, найдите мне этих Колесников, поблагодарить хочу. Да нет, это самый лютый ваш враг это сделал. Там он то Петровым называется, то как-то это Сатана. Самый настоящий Сатана. Его даже в черный список занесешь, и то действительно руки помыть надо. Всякие гадости, пакости говорят. Бегово как этого узнали? Ну вот так. Ну мне это не открыто было. Значит, я... Но дело в том, что польза-то получилась какая. Даже гонение на нас, даже поношение, все к пользе, если мы благодарим Бога. Я благодарю Бога. И вспоминаю случай один. Одна дочка матери говорит, мама, ты отзываешься о всех хорошо. Ты, наверное, если тебе спросить, дать характеристику Сатане, наверное, и о нем хорошо отзовешься. Она говорит, а у него есть качество положительное. Какое же? А неутомимость. Если он не может одним соблазнить, другое подставляет, третье, никогда не утомляется. И никогда не отчаивается. Ну и действительно. Ну вот, я взял к этому как бы эпиграф такой. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике. 2 марта, 2917 года, в день отречения от престола. Ну вот везде измена. Трусость и обман. Вчера были друзьями, вдруг сегодня делаются врагами, рыскают. Сообщество собирается против что-то сказать. Разве может эта жизнь такая коротенькая? Я вот последние дни тут занимался военными делами, как сказать, людьми. Суворова заново все пересчитал в Википедии. Новое кое-что узнал у Тузова, Меншикова, фаворит у Петра I. Ну и других, которые там все были его военачальники. И нигде ничего нет. Сколько людей они все погубили. Наполеона просмотрел еще раз. Как будто никогда они не жили. Вообще ничего нет. Ничего абсолютно не осталось. Зачем? И сегодняшние опять то же самое делают. Жизнь одно мгновение. Мгновение вот только в ресничка дернулось и все закончилось. И вот мне вопрос я буду пока здесь делать, так чтобы можно было просчитать. Вот это оставлять. Хорошо смотри и продергивать. И что я ни в ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни на Одноклассниках нигде не бываю. Но оттуда модераторы, которые сообщаются, берут вопросы и перекидывают на наш форум. Я попутно сразу покажу наш форум. Вот он как выглядит. И вот на наш форум они перетаскивают, ставят вопросы-ответы. Дальше я рассматриваю, отвечаю, и они опять уносят. Теперь прямо надо сюда приходить. Вот. Видите как? Прямо заходите на наш форум, зарегистрируйтесь, пишите им. Ну, по возможности буду отвечать. Но на все ли вопросы отвечаете? Не на все. Бывают вопросы ничего не значащие, то есть они уже отвечены, я могу сказать. А бывают, ну, незачем просто. Вот какой-то такой пример сегодня. Вот. Сейчас покажу я. Вот сейчас говорил об этом. Сегодня кто-то зашел. Кто его фамилия или имя? Ничего не узнаешь, да? Олега написано. Олега. Ну, непонятно кто, Кыргызстан, то другое. И говорит, настолько всего несура есть православный форум. Заметьте, православный-то. Ну, так православный, значит, что православный, а кто-то Дух Святой, это ангел. То есть такой бред несет. Я его не стал трогать, показать. Просто мы не можем его держать здесь. У кого есть форум, я научу, что нужно делать. Ну, вот я почитал, ну, бредня абсолютная. Отвечать абсолютно нечего даже. И схема, и все похоже на свидетелей Иеговы, но неизвестно. Если православный, говорит, православный. Если ты юридик, сектант, то никогда так не пишет. Христианин. Христианин там то Александр, христианин Михаил. Все разные юридики, разным сектам принадлежат. То есть они страшатся назвать свое название. А христианство, ну, попробуй, разбери его в этой толпе. А что делать? Вот смотри, Олег. Теперь я сюда схожу. Смотри, здесь он есть, этот Олег? Вот это? Да, вот это есть он. Вот я его накрыл. Теперь выхожу здесь. У него есть вот этот номер? Есть, да. Вот я. Теперь я его копирую. Не все, не все. Еще одна цифра не взята. Не, не взята. Так, взята? Взято теперь. Вот теперь нужно Ctrl вот здесь нажать. И буква S. Она по-русски, по-английски. Я ее скопировал. А теперь нужно переносить ее здесь. Я не вижу где-то вот это. Потом здесь пользователь. Что-то непонятно, как тут его. Здесь заносишь. Здесь вот есть вверху. И там его вставляешь. И дальше вычеркиваешь, как будто никогда его и не было. Как это делать? Вот. А теперь я его что здесь сделал? Да ничего. Вот одна маленькая пипеточка. Ее нажал. Что тут написано? Вы действительно хотите удалить тему? Действительно хочу удалить. Я ее нажал, исчезла. Его больше нету. Все. Это время. А это что, не он? Это тема. Это тема. Так. Кто больше? Иисус Христос или Мария? Вот это? Да. А, ну это другое. Это другое. Это не надо. Я думал, что это самое. Это... Вот все. Отмена нажмите здесь. Отмена. Надо подсказывать. Вот теперь видите, как попутно возвращаемся мы на наш... Что мне написали за неделю? Вот я бываю на Берсеневке, около храма Христа Спасителя. От храма от него 200 метров здесь. И оттуда они присылают, я не могу прочитать. Все на ней знакомо. Какие-то выкупы, цифры. То ли они это не знают, то ли что. Ни одного сообщения не мог прочитать еще. Дальше другой. Валерий, мир вам и Божие благословение. С праздником вас. Да исполнится желание наше. Праздник, крещение ощутят все желающие спасения. Да крестит Господь. Русь страдалит своим истинным крещением. И через покаяние дарует всем рождение свыше. Очень чудное пожелание. Да благословит Господь эти пожелания. Галина. Дорогой Игнатий Тихонович, вы просили говорить конкретно о ваших ошибках. Позволю себе сказать несколько слов вам, как другу, хотя по возрасту, как физическому, так и духовному, вы мне отец. Книг ваших еще не читала, пока скачиваю, но сужу по тем видео, которые уже посмотрела. Вы постоянно призываете всех к проповеди. Ну как и что может проповедовать человек некрещеный, а только мнящий себя таковым, то есть грешник. Ну каким, вот бесноватый, вообще никакой. И он хотел за Господом идти, исцеленный, говорит, нет, иди и возвести, все кончилось. Ну сколько он там был, ну час-два, все, уже проповедник, иди и возвещай, что знаешь, что и говори. Пример-то нам подал, Господь сказал. Дальше. Вы родились в благочестивой семье и получили благие начатки с рождения. Да. Которые нужно было только утвердить и сохранить. Ваш путь к проповеди был коротким и по редкому дару Божьему. Да, так и было. А значит, простите без опыта выкарабкивания из дерьма. Ну что ж. Ваше слово уже конец, а первое слово и Иоанна Крестителя, и Господа было покайтесь. Хотя вы и плохо отзывались о Екатеринбургской епархии, но именно через проповеди Сергея Масленника об оглашении и крещении полным погружением и исправлением жизни, аскетикой для мирян, Господь привел меня на ваш сайт. Ну, во-первых, я говорил не обо Сергее, а то они на меня первые выпустили свою энциклиху, там, Лапкин книги не брать, там, уничтожать, там, всякие пакости говорили. Я их называю манкурты Кемеровской епархии. И, главное, книги из библиотек выманывают, а если она библиотекарша-прихожанка, пропало дело, приходят, у вас тут Лапкин был? Был, книги, она радостно показывает, да. Знаете, что у нас семинарии, нам так эти книги нужны, для семинария, ну что, вы разве не знаете, вы прихожанка, да, ну это необходимо сделать будет, потому что это семинаристы. А книги теперь они или лежат, или уничтожат, уничтожат еще ни разу не слышал. Но показывает, как они у них уже в епархии. Она сделала неправильно. А если она не прихожанка, он пришел туда, начал, он говорит, это какое тебе поп дело-то, да, то нет, нет, я просто так сказал, и уже все ушел. То есть они наглые-наглые эти попы. За книгами гоняются, как за зайцами, гонящие собаки. Думаю, что они начало, а вы конец. Какая радость была над душе? Вы поняли, что это? Начало что-то, а я говорю уже в конечной инстанции и все, то есть она поняла правильно. Какая радость была над душе, когда узнала, что Русь еще жива и воспряла надежды на возрождение через крещение? Вот меня спрашивают, ну вы говорите, что, что такое патриархия? Тройная ложь. Все проникнуто ложью, изменой, трусостью, обманом, корыстью. Деньги. Как церковь, будто бы нет, а просто какое-то предприятие по выкачиванию деньги из людей-то. И вы туда людей посылаете, да, там работать надо. Поле заросшее терновником, по нему проходить нельзя. Но это церковь. Да как вы можете этих гонителей, они всегда были, Сталинско-Беревское, вы сами говорите. У них нелегитимное отношение с церковью-то даже, несмотря на это церковь. И там надо трудиться. Вот весь ответ. Так как-то начинает там антиномия. Все вы говорите правильно, но мне так открыто, я так делаю, а вы как хотите. 53 года я направляю людей в московскую патриархию. Я знаю, через день они будут мои враги. Попы сразу скажут, что это юритик, лжеправославный, псевдоправославный, лжемиссионер, лжепроповедник. То есть они их накручивают. Меня это не касает, это они говорят. А я этого не говорю. Дальше. Лет 10 назад я в форме юродства, так как являюсь женщиной, написал немалую петицию к священному началью нашей епархии с призывом к покаянию, крещением с полным оглашением и полным погружением. Но меня остановил помысл. Молчи, женщина, жена в церкви да не учит. Это в церкви, внутри храма не учит. А вы имели право написать? Я вам потом как-то прочитаю письмо. Одна у нас сестра написала обличительное письмо благочинному. Вообще, это епископский стиль. Это тот дух священников, который мы привыкли слышать. Ты кто, чтобы нас учить? Я раскаялась и смирилась, полностью согласна с вами, что ни покаяния, ни исправления жизни не может быть у человека без всего первого, главного таинства и полноты дара Духа Святого, получаемого в нем. Откуда же взяться церкви Христовой? Один цирк и театр, прости меня, грешную Господи. Так это не ты говоришь. Это Игнатий Бончанинов говорит, и святые все говорят. Цирк! Это актеры стоят. И что интересно, в советское время они налоги платили по статье артистов. Ничего не мог ли советская власть придумать-то? Когда подходишь к причастию, стараешься об этом не думать и уповать на милость Божию. Ведь не наши грехи, но ведь и священников жалко. Ведь мы их тоже любим. Все в погибель, все в ад, с мечтами о рай, с всепрощением Божиим. Спаси нас, Господи, ими живи с судьбами. Ну, то есть так, как ты знаешь. А вы ругаетесь о прелести. Вот это и есть самая страшная прелесть нашей церкви. Но обвиняют в прелести таких, как я. Да пошлет вам Господь, епископа православного, и сохранит церковную целостность. Ну, это как уж Богу угодно. Вопрос. Не поняла, как можно принимать таинство брака некрещенным? То есть мощенным или вообще верующим в богоязычникам? Ну, не принимайте. То есть это разное отношение к этому. Но говорит, если неверующий желает быть верой, сверующий, ну, пусть остается. Апостол Павел пишет, 7 глава, 1 послание к Коринфянам. То есть двое были неверующие. Один уверовал. И говорят, ну, желаем, чтобы брак был совершен по-церковному-то. И он согласен. Ну, согласен, но ничего нет. Там один раз перекрестил. А он говорит, для усета веры нет. Ну, за счет того, что это верит. Разрешается. А другие говорят, не разрешается. Ну, как хотите. Я сказал, как меня спросили. Второе. В книге каноны или правила, книга правил, нахожу интересующую меня эпитимию. Послание святителя Герогия Низского. Григория Низского. Даже женщина еще знает еще. Правило первое. Грехи, касающиеся мысленной способности души, признаны от отцов тягчайшими. И пример непонятен. Но, что это за грехи? Жду вашего ответа. Так как в течение 16-ти лет не могу получить ответа понятного. Спасибо Господи. Простите за неправильное применение знаков. Не умею. Ну, вот, допустим, мысленные какие. Залез уже под одеяло, все. И вспомнил неприятел. Да что бы ему повылазило. Ненавидящий брат, а есть человека-убийца. Помысл рождается, а потом так уже в действии-то. Они это имели в виду. Посмотрит на женщину с вожделением. С пожеланием. Ну, сделал бы. Ну, обстановка не позволяет. Считай, уже закончено. Но, Господь-то будет судить. Хотя это и сказано, эпитемии на это никакой нету. Нет такой запомыслы, что была эпитемия. Отлучение от церкви. Вот женщина подумала сделать аборт. Да как кормить я буду? Да неизвестно, что будет. Это помысл, это духовное. И он греховен. Но она не сделала. Ее отлучать не за что. А если сделала грех, на 10 лет отлучается от церкви. Правило Васильевика II. Вот что это означает. Дальше. Рады за всех. Помоги вам Господи. И особенно за Никиту. Ты, Никита, счастливый человек. Крепости тебе и усердия. Стойкости в твоей решимости. Помоги Господь. Христос воскресе. Принял? Принял. Так. Ну, покажи себя. Она до тебя давно, может быть, не видела. Повернись. И вот он. Как тебя, видишь, уважает и любит. Давай. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. За этот месяц резко снизилась ваша активность в переписке и пересылки разных материалов, как было ранее. То есть ему. Я все время перекидывал. А сейчас он пишет, а я не отвечаю. Я дальше. Связано ли это с вашим переключением, кавычка, на режим видеоответов в ежедневных роликах и отход от прежнего формата? Или же это касается непосредственно меня? Может, обидел я вас чем-либо? Или из-за чего Т3 спины вылез рогатый? Или иначе какая причина? Ага. Ну, вот. Дальше я отвечаю. Может быть, это видно по статистике? А на самом деле все идет в том же режиме. Завтра будет уже под номером 40 выходить ежедневный отчет о переписке и иных материалах. Часть бесед по скайпу затормозил на выставление. Не по своей прихоти, а по просьбе участника беседы отложить на месяц или более. У них свои перспективы и на эти беседы. Согласен. Меньше отвечаю вам, потому что писать мне даже весьма непосподручно. А ваши все до единого письма зачитываются на ежеутренних записях продолжительностью не менее одного часа и даже более того. Видимо, вам не всегда удается эти отчеты полностью без купюр просматривать. А там мы даем полные ответы, лицензии, комментарии про странные уже бывшие сведения из книг. То есть я говорю все, как редакция, говорит, не несет ответственности. И могут наши мнения не совпадать, кто пишет. Но я открыто говорю с хорошим человеком. Вот так. Смотрите тему номер 40. Вопросы, пожелания, события, не задавайте вопросы. Ну дальше. К любым изменам. И с какого времени не прошли эти ежедневные отчеты у вас? С того времени и увидите, что активность только увеличилась и даже намного. Итак, жду подтверждения своих слов, дорогой брат Юрий. Юрий Соболев. Все понял, дорогой Игнатий Тихонович. Так и есть. Статистику я прилагал к себе. Теперь прояснилось. Отлегло от сердца. Подтверждаю ваши слова. А новые видео-выпуски смотрю ежедневно. Кстати, вот свежее интервью Кураева. Или ваши материалы он смотрит, или книги читает. Но явно в ряде моментов звучат ваши данные. Ну, ни у кого, кроме вас, я более не встречал метода указания на количество того или иного слова в Библии для прояснения его значения. Кураев стал употреблять. Он приезжал сюда, где мы сидим. Он тут был, мои книги все приобрел. Ну, что-то приобрел. А потом у меня остальные выходили. И там с посыльным священником я послал ему все подарил. Только у отца Геннадия. Но он взял это у вас. И вот теперь это... Это Геннадий Фаст имеется в виду. И вот теперь это звучит и из уст протодиакона. И о войне, и о некотором прочем есть, имеется сходство. Но... Обнимаю и молитвенно пребываю с вами, Игнатий Тихонович. Игла. И на будущее очень хорошо запомните, чтобы в моей жизни не было измены или расхождения с кем бы то ни было. По наушничеству или изменении обстановки, или от участия третьих лиц-пакостников. Вокруг измена, трустости и обман. К себе не прилагаю и пренебрегаю многим для сохранения прежней дружбы. Юрий отвечает. Знаю, Игнатий Тихонович, и верю всему без сомнений. И доверяю вам более, чем кому-либо другому. Благодарю за наставление и вразумление. Ну вот я даю какие данные. Смотрите как. Когда-то я прочитал, сколько букв в английской Библии там где-то данные, где-то 50 назад, а по-русски нигде нет. И тогда помолился и занялся этим делом. Вот какая статистика. Я так буду показывать. Это первое, что означает, сколько глав в книге, сколько стихов, сколько слов, сколько букв. Так, сделай, чтобы видно было. Кто будет смотреть, тормозните и увидите дальше. Теперь я буду передвигать. Вот. Теперь смотри дальше. Так, постоп. Вот оно, гляди. Сколько букв в каждой книге. Время потратил много, но это Библия. Это надо радоваться просто. А, другие делать вам нечего. Ну, потом узнаете, есть ли нечего делать. Вот. Дальше. Вот. Дальше прошел на Новый Завет. Так, посмотри, чтобы крупно было видно. Кому надо, тормознете и себе это спишет. Я не знаю, каким он должен это передать. Дальше. Вот. Она дернуется, да. Смотри. Закончено? Вот. Теперь смотрите, что получается. Я не знаю, там было или не было. Еще. Мало что, Библия каноническая. Не канонические книги. Ветхий Завет. Во всей Библии полной. Вот, отвечаю. Сколько каких знаков. Черточек, двоеточек, запятых. Вот как. С точностью до одного. Таких данных больше нигде нет. Это моя наработка. Потом, когда уже коснулось на калькуляторах, несколько человек помогали работать. И дальше что получается? Вот какой вывод. Для чего это сделано? Считай последнее. Итого, Библия черта. Черточка. Ты тысяча четыреста сорок раз. Иота двадцать шесть тысяч пятьдесят пять раз. В переводе Иота пишется и краткий. И дальше. Матфея, пятая глава, восемнадцатый стих. Ибо истинно говорю вам, да коли не придет небо и земля, ни одна Иота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. А как узнать? Прошла или не прошла? Потеряли или не потеряли? А теперь я свободно заряжаю и вижу новый перевод. И там уменьшено. Там нету этого. Вот почему. Я любил математику очень. У меня всегда было отлично по математике. Ну вот так вот. И теперь занялся Библией. Потом канонами, соборами, Кораном. Я все по буквам расследил. Что Коран меньше даже Нового Завета. На сколько букв? Какое звучание? Сколько минут? Это статистика. Ну неплохо знать-то. Даже в этом обвиняют. Александр Каверин. Доброго здоровья вам, Игнатий Тихонович. Можно ли православным есть свинину и ту живность, которая запрещена в Ветхом Завете? Можно. Если можно, тогда вопрос. Кто и как отменил этот закон? Где-то посмотреть явно. А если нельзя есть, то куда девать видение апостолу Павлу? Петру. Петру. И был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего, скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся в небо. Деяние 10 глава 11-16 стих. Да. И еще одно постановление. 28 стих. Ибо угодно. Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Там что я не прочитал-то? Давай. И соблюдайся, и хорошо сделайте, и будьте здравы. И еще на апостольском соборе, деяние 15 глава, было конкретно определено, чтобы новообращенные христиане из уверовавших язычников никаких обрядов и законов иудейских не соблюдали, но только чтобы они воздерживались от воскресенного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Также интересно может показаться и следующее местописание. 1 Тимофеевич, 4 глава, 1-5 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимают духом обольстителем и учением небесовским, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, 2 Дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением, ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Вот смотрите, какое? Всякое. Всякое. Совершенно правильно. Мне объяснять нечего, он сам объяснил. Славянская кормчае о свиных мясах. Иже свиных мяса не есть и обещався, посмешан есть. Таким смеяться будут, кто говорит, да. Приять же будет, а еще начнет есть. То есть можно заново огорнуть человека, простить его, если будет есть с ним вместе. Да, толково. Что интересно, некоторые свинью ставили, что нельзя, так на соборе даже было такое, варили кашу, он говорит, ну не могу, тошнит смотреть на нее на свинью-то, свиноеды. Ну по-другому нельзя, кашу сварили, так свиное мясо там было, ну хоть кашу ложку-то съешь. Я был в Синодии когда, ну и там прошла молва в Синодии в Нью-Йорке. Митрополит сидит, епископ. Вы вино не считаете за грех? Я говорю, нет, а почему не пьете? Да не надо. Налили мне полный стакан, а вино такое темно-коричневое. Выпейте. Я говорю, да я не пью. Выпейте. Ну я вижу, что от благословленного все, я его выпил. Больше не пейте. У нас своих попов, говорит, пьяниц хватает. Вот теперь вы доказали. Мы как-то были в Одессе и попали на Пасху. И нас пригласили туда. Мы сели за стол, борщ хороший был, мы этот, который умер, и он, у него ночевали, там были, мы лично знакомые. Его за святого сейчас считают уже. Вот. И всем по стакану. Но мы не берем. А в это время с улицы пригласили еще женщину, там мужчины какие-то, видимо, знают про это. Они тоже нам говорят, вы не будете пить. Они-то наши стаканы к себе подвинули. Ну, сам говорит, погибай, а товарища выручай. Дальше. Толкование. Аши, кто обещается свяных мяс не ясти, посмешан есть таковы, якобезумно моляся и обещаваяся. Ни единоботворь Божия не отметена. С благодарением едущим. Подобают оба его простите. Да яст мясо их же, обещав свяне ясти, и научите его. Да не безумно к Богу обещание творит святый веселье великий. Ну, вот так. Ну, дальше показано, где считать. Канон православных отцов, агиясканон.ру, свод канона православной церкви. Дальше. Закон. Свод закона. Свод закона православной церкви. Спаси Христос за развернутый, если возможно, ответ. А ответы, вот вы дали его ответ, вот это так все и есть. А развернутый вы уже дали. Благодарю за ответ. Ответ даю в теме под номером, уже будет сороковой. Там и будет ответ, хотя вы в этом и не нуждаетесь, судя по тому, что вы уже написали. Ольга, я. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня вопрос, стоит ли мне постоянно облегчать свекра в его обмане, пока он не сознается сам в этом? Он все время врет, как дышит. Ну, надо бы сказать-то. Ну, один раз если сказала, да так кротко, выбери момент, когда у него, как дядя Щукарик говорит, после обеда надо было подойти к Макару Нагульному, в партию записываться. Так и здесь. Не надо. Он старший, он вам свекры, как к отцу. Сказалось, смиренной будь. И молись. Не надо. Не все время, но один раз как-то кротко, смиренно выберите такой момент, и как бы не к нему, а даже к кому-то. А оболжи. Скажите там, на ребенку будешь лгать, смотри. Вот Арсений Великий, это Великий, таких-то, как кажется, 17 человек за 20-летие с таким прозвищем были. Ну, и сыпите там, с этим ником. И он воспитатель царских детей. Кто не знает, так скажу, что Феодосий Великий имел двух сыновей, Аркадия и Гонория. Ну, их подрастать-то стали уже 6 лет. Надо искать учителя. Но надо такого, чтобы знал политику, знал астрономию, математику, все науки знал. И был благочестивый, знал каноны, ну и все, что Писание знал. В одном краю западно-восточная церковь-то уже, не церковь была, а разделена как бы империя. Хотя еще не деленная была, но разные правители-то были. И вот искали, искали, не нашли. Фраторой стали искать и нашли такого, Арсений. Ну, его к царю, царь ему сразу, там, должность какую назвал, там, заместитель, премьер-министр, или кто, воспитатель старских детей, его слово большое значение имеет. Ну, и у него и опыт такой, он все время надушенный был, и нога за ногу. А когда в монастырь-то пришел, убежал, пусть и не в монастырь, там, братья-то видят, ну так, ну, неблагочестиво это. Ну, как ему сказать-то? А, знаешь, мы придем, ты так вот сделай. Ну-ка, сделай так, Никита. Вот, а я скажу, брат, это нехорошо так, нога за ногу, там, мирские люди так делают, это, разнеженность. А он-то сидит, нога за ногу, тот ему сказал, Арсений, снял ногу и навсегда. Вот так вашему этому свекру. Дальше. Семья Домнич, вечер добрый. Игнатий Тихонович, вздумалось мне вчера вечером пересмотреть ролик с вами и вашими обличителями на вашем канале в ютубе. А все почему? Я когда-то смотрел его первый раз, то в принципе понял, почему Сергей все это затеял. Он сам об этом в ролике сказал, что вы якобы когда-то там несколько раз назвали его козлом. Указывая на его фамилию и сердобольные его подписчики сто раз ему об этом писали. Странно, но этого видео на вашем ютуб канале я не нашел. Ну не нашел, не нашел. У Сергея Козлова есть уже более усовершенствованная версия с этими роликами, с параллельными ссылками, кавычках, капканами, на вас и ваши беседы. И вот что я обнаружил, а ролик-то кастрирован, и именно на том месте, из-за чего на мой взгляд весь сырбор, то есть претензии по поводу козла, взятые из видео Козлова, как бы этого и не было. Но ваш жизненный опыт и тут вас не подвел. Вы же делаете перепост, бесед с вами в мой мир. Я туда и вот, пожалуйста, этот ролик с горе-облегчителями, полной версии Живеханик. А это 1 час 39 минута 37 секунда. А у любителя правды Сергея Козлова он почему-то 1 час 25 минут 14 секунд. О как, есть над чем подумать. В вашей версии ссылка на проблему Сергея 48 минута 42 секунда, а у Сергея в ролике на 43 минута 50 секунда. Вот чем занимаются люди, какая точность. Дальше. Дмитрий. Ну как будто это другой уже. Да, другой уже. Другой. Ну дело в общем. Вчера был ответ на молитву, мы молились, с Сергеем давно уже не разговаривали. И он позвонил мне. Вот представьте себе человека, который без ног. Что он мог делать? Ну церковь-то, как милость у него просить. А Алексей Моресев, летчиком, еще и сбил самолет там немецкий, или сколько он там. Вот как. У нас отец был без руки. Ну так без руки, отец говорил, ну я без руки, я хожу. А вот, говорит, пасет он на коне, там один был с одной ногой. Как это плохо? А когда двух нету? А он парализован и ни рук, ни ног нету. 13 лет лежит на вытяжку. Он для меня пример. Сказал, не сказал, есть у русских пословица, наплевать да забыть. И он сам вчера мне позвонил. И у него юмора хватило. Он говорит, а вы не против, что я тут записываю и в интернет выставлю? Это ко мне, ко мне, это возвратилось, до того интересно. Я говорю, а ты не против? Нет. Ну и записали, я записал себе, он себе он выставит потом. Он может ставить что-то там, как-то, как он умеет. Я ничего не... А я прям целиком. И очень хорошо поговорили. Думаю, что завтра этот ролик может даже стоять. Мы постараемся сделать. Вот и все. К Сергею претензий нет. Полный мир. И трезвые мысли. Ну, увидите, как мы разговаривали и как что было. Так что, всех, кто заботился, кто говорил, кто считал, я всех благодарю, что вы не безразличные были. Дальше. Дмитрий Телков. Дорогой Гнатий Тихонович, вот посмотрел видео харизматов, которых я сам часто критиковал, но был глубоко тронут тем, какое почтение Иисусу Христу было оказано в этом собрании. Какое искреннее исповедание. Что это, по вашему мнению, новые мехи с новым вином или нечто другое? Ну, как сказать об этом? Если было искреннее покаяние, прославление Христа, аллилуйя. Только могу сказать вместе с ними. Но они не церковь. У них нет священства. А все остальное, ну, надо смотреть. Вот Питер Вилквист, когда обратились по книге, то дай-ка я сюда покажу. Это две тысячи баптистов сразу пришли. Вот такая книга есть, она в интернете есть. Вот посмотри. Возвращение домой. Понятно? Сколько я тут могу не рассмотреть? Сколько страниц здесь? Есть, по-моему, 228 страниц. Фотографии есть. Ну, тут больше даже тут. Ну, нет. Ну, тут фотографии много. Фотографии, вот все такое. И они исследовали целый год и, наконец, нашли, что они не церковь. И 200, это, две тысячи человек пришло там. И сразу рукоположение у них было. Ну, вот ответ. Дальше. А этот ролик с Сергеем у меня будет назван так. Ну, двоиточь, она не пропускает система. Что это? Притча 25-25. Доброе весть из дальней страны. Вот так будет называться. Как Сергей назовет, я не знаю. Мы говорили, и ничего не было. Попросили прощения. Вообще у меня ничего не было. Я даже... А другие говорили. О, Игнатий как... Игнатий обычно говорит там, кто против. Он такой. А Сергей ничего не говорит. А Сергей тронь его, попробуй. Из него такое полезет из Игнатия. А Сергей ничего нигде не тронул, но не имел. Вот у меня... Бог дал мне дом. Вот я сижу, квартира за стенкой. Человек приехал издалека, с севера. Я его пустил с женой. Он живет. Но другому, одному из знакомых, что-то это не понравилось. Он живет у меня, денег не платит. И бесплатно живет. А ты сколько платишь? Нисколько. А сколько живешь? Шестой год. Это Игнатий он что-то затеял. Так просто он не сделает. Проходит... Ну подожди, говорит, что-то будет. Он живет в 10-м. Подожди, говорит, чего ждать? Он уже 10 лет. 14 лет? Ну подожди, ничего нет. Теперь он свой дом уже построил. То есть ничего и нет. Придумали, ничего нет. Ни копейки я не взял. Я вообще не знаю, как за квартиру его убрал с верующего. Вообще никогда ни с кого ни одного рубля за всю жизнь не взял. Вот и весь ответ. Владимир Галендухин. Мир вам, Игнатий Тихорович. Нашел, мне кажется, полезные строки из писем Игумена Никона Воробьева о состоянии дел в духовном образовании 60-е годы. Это к полемике в отношении ваших роликов об облечении Московской Патриархии Русской Православной Церкви. Из письма студента Московской Духовной Семинарии Игумена Никона Воробьева 1962 год. А Евангелие у вас в МДА не любят и даже боятся, поэтому всячески избегают касаться сущности христианства. Я разумею истинное восточное древнецветных отцов понимание делания заповедей, а не такое, о каком говорят и учат у вас на нравственном богословии. Это пародия на христианство, приспособление евангельских заповедей к мирской языческой жизни, для усыпления души и ее погубления. Хитрость вражая. Это я говорю, это во всей Патриархии просто свирепствует. Имитация, что-то делается, где-то причащают подряд всех, крещения никакого нет, людей не учат. Где-то маленько ездят, а проблески отдельно, ну еще считать, там 0,3% только людей что-то знают. Знают, среди тех, которые моченые. Дальше. Невольно вспоминаешь слова святителя Тихона Задонского, что христиан, кто незаметно уходит от людей, остается одно лицемерие. Это все лицемеры. Это сказано 200 лет назад. А теперь что? Духовная школа мертва и выпускает окончательных мертвецов. Скоро мертвые погребут и этих мертвецов, что уже и делается. Господи, спасай нас всех. А теперь он говорит мне. Игнатий Тихонович, я считаю выше процитированное прямым подтверждением правдивости и обоснованности ваших видеороликов, где вы обличаете пороки совершенно справедливо поразившей РПЦ со всеми ее структурами. И еще в 60-е годы. Храни вас Господь. Тарасик. Это он плавает на дальнем плавании и где-то остановился то в Стокгольме, то в Африке и пишет. Игнатий Тихонович, поздравляю с прошедшими праздниками. Читай ваши книги. Всегда вас помню. Проповедуй по мере сил. Нет доступа в интернет. Только сегодня дали нам возможность выйти в интернет, пообщаясь с семьей. А остаток времени попробую посмотреть ваши ролики. Благодарю, что не забываете меня. Денис Васнецов. Покажите Игнатию Тихоновичу вот это видео Эдуарда Ходаса. Да, и что? В нем он показывает, что хаббатские раввины, хаббат это такая ортодоксальная иудейская секта, имеющая большую власть во всем мире. Ждут великой смуты во всем мире с середины июня до октября этого года. С Шавота до Сукота. И последующая прихода Машиаха. Равин Йосип Бергер, один из отвечающих за гробницы царя Давида в старом городе Иерусалима, приступил к написанию свитка Торы, который он лично должен вручить Машиаху. И самое интересное то, что первые буквы в этом свитке они по каббалистическим соображениям поменяли на букву, означающую совершенство. Для них совершенство это богатство. Но это не все, что было в видении обращений Эдуарда Ходоса. Видео. Видео обращений. Да. Было бы хорошо для многих, если бы Игнатий Тихонович сделал разбор на это короткое видеообращение. Хотя бы потому, что заявляющий сам лично встречался с Менахем Мендел Шниерсоном, последним лидером этой секты, которого они и назвали Машахом. А в 2015 году они заявили, что он жив и здравствует в материальном теле в этом мире, то бишь воскрес. С этого можно было бы посмеяться, если бы они не имели такой власти во всем мире. И если они это заявили, значит они уже знают, как они будут это реализовывать. И еще раз подчеркиваю, пусть Игнатий Тихонович сам посмотрит видео и по возможности сделает видеообзор на это видео. Оно длится лишь 38 минут. Спасибо. Так, не буду я этого делать. Дело в том, что я этому отдал, к этой теме, 14 лет. Все, что по этой теме было сказано до революции, в советское время, в зарубежной печати. Называлось М1, М5. Меня судили за это. Так что, все, что они говорят, все они лгут. Как Тараси сказал, все лгут. Тадабин и Бен Давид назывался. У них тоже уже пришел, все. И они там, третий лиц уже, чисто рыжий, ни одной волосинки нету, которые даже сжечь и пеплом ее там, что будут делать. Вот. Поехали в Америку, это все сделали. Генетическим путем вырастили. Ну и проще такое, что никакого отношения к нам не имеет. Нам не нужно знать глубин сатанинских. Я их, Господь, больше на вас, говорит, не наложу. Я знаю, начинаю смотреть и вижу, бред один, бред. И зачем нужно? Они это специально пускают дымовой завес, а я в этот дым буду заходить. Игла. Теперь меня спрашивают, почему Игла? Подписывайтесь. Игла. Я пишу Игла, рядом в скобках Игнатий Лапкин. Буква-то, считай. Игла это аббревиатура из моих кровных имени и фамилии. Игнатий Лапкин, возьмите по две буквы, и будет Игла. То есть имя и фамилия. Это не Игла, ибо буква Л большая. Для краткости так и пишу. Тут нет ворованного ничего. Игнатий Лапкин, Игла, имеет для меня и более глубокий смысл. И вот в чем он состоит. В полной Библии 77 книг с неканоническими книгами. И в этой полной Библии 669 284 слова. А вот слово Игла встречается всего только один раз. Экклезиаст 12 глава 19 стих. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И осоставители их от единого пастыря. И слово Лапка встречается по всей Библии только один раз. Притча 30 глава 28 стих. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. И тут я зацепился за эти слова, которые мне даны от рождения. Имя Игнатий. В переводе с греческого означает неизвестный. А в переводе с латинского огненный. Имя получил сие во святом крещении. Фамилию наследственно от отца. Это как Шариков говорил. Я специально наследственно, говорит, я получил. И кроме того, я глубоко верующий. И во многом не согласен с официальным курсом сегодняшней церкви. Хотя я нахожусь в ней. И слова мои многие мне нравятся. Они колют их. Я простой сторож и печник. Охраняю и обогреваю многих. Не начальник, но благодаря евангельской проповеди достиг самых отдаленных уголков земли и в разных странах. Вот видите как. Вот чтобы знали люди, что ничего тут нету. Вы себя сделайте. Может что-то тоже там уже будет. Вот теперь мне надо на новое сообщение выйти. Вот. Вот какие сообщения. Это голуби у меня. Так. Это что-то новое. Сейчас подожди-ка. Показать где. Вот эта девушка была. Это у меня были уже. Вот. Там мы прошли. Так. Вот это не было? Была. Была. Это тоже было. А вот это тоже был, да? Да. И что? Вот это было не было? Тоже было, да. А? Тоже был. Ну теперь остается только что поступило. Вот это. Что тут пишут? Так. Пламя языка. Свечи. Похожи на руки. Тянущиеся к Богу с молитвой во спасение. А внутри свечи как бы душа грешная. Темное пятнышко сгорбившееся говорит. Помилуй меня грешного. Игнатий Тихонович, подскажите, пожалуйста, как лучше всего бросить курить? Сказали, прочесть книгу Алана Карра. Прочел, не помогло. Молюсь. По причине слабого здоровья временно не могу трудиться. Занимаюсь активно изучением Библии, чтением Псалтири. Но курю уже меньше. И все-таки не может меня оставить еще эта ужасная вредная привычка. Ну что сказать надо? Ты не можешь бросить курить. Надо родиться свыше. И тогда тебе все богомерзко будет. Просто отвратительно. Да это курить бросить не так сложно. Пить бросить тоже как будто бы. Материться больше всего трудно. И вот когда Геннадий Яковлев обратился, потом встанет отец Григорий, которому Кришнаид там голову отрезал. И вот он обратился к Богу, покаялся и все ушло. Встретился товарищ один в магазине и говорит, что-то тебя не видно. Говорит, так я верующим стал. А был секретарь комсомольской организации на Украине областного масштаба. Двоюродный племянник главного идеолога страны Суслова Яковлев. Он говорит, а насчет мата как? Он говорит, без мата слова не мог создать. Мата. Я, говорит, остановился. В самом деле, говорит, я еще ни разу не сругался и на мысль не пришла. И когда человек уверует, то ему не надо с собой конфетки заменить, или он все это выбросит, ему отвратительно будет. Что я делал? Углов об этом писал академик. Веры нету. А если веры нет, так и кури. Тебе какая разница-то? Если нет. Вот смотрите. Вот у нас есть православный видеоканал. Вот он какой. Поведите на него. Зарядите, как он называется. Его можно найти в Ютубе сразу. Больше четырех тысяч наших роликов. Кто-то бы посчитал сколько. Я не могу посчитать, потому что там счет до трех тысяч идет, а потом дальше не пускает система. Ну и вот. Здесь вот есть главная страница. Если на нее нажмете, то выйдет вот это вот. Смотрите. Жития святых. Этого нигде нет в мировой сети. Нигде. На каждый день это 1173 ролика будет. И они как сделаны красиво. Оформлены. Слава Иисусу Христу. Вот так. Она пять секунд подключается. И не успевает, а мы в это время успеваем переговорить. Вот так. И дальше. Теперь к этому можно. Ну вот мой мир. Вот он как выглядит. Здесь. Сейчас закачка идет. Посмотрите. Мой мир. Игнатий Латкин. Зарядите. И тут можете тогда писать. Зарегистрируйтесь. Сколько у нас здесь видео стоит? 2321 видео. Ну вот видите. Новый. Я их сюда все перетаскиваю. Вот. Теперь. Теперь более ранние были вопросы и ответы. Так. Деятельность. Русская православная церковь. Московская патриархата. О себе. Иеромонах Климент. Курат Бугуруслав. Ну вот он спрашивает, я отвечаю. О себе. Православный проповедник миссионер. С интернетом у меня все в порядке. Обслуживают два программиста. Модератор и администрация наших сайтов и форумов. Это примерно у нас 14 человек работает на этом. Примерно. Я не плачу ни за что. И все. Дальше. Молиться не лень. Тело не болеет. Так, чтобы уже вовсе не в моготу. Что еще сказать на голодных желудок? Желаю вам спасаться. Солом 68.14. А я с молитвой моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, повели к благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Кто перевел псалтырь на русский язык-то? Павский Герасим Петрович. Хотя бы это узнайте. Помолитесь о нем. 3 Иоанна 1.4. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Филиппийцам 4.4. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Ну вот это все такое на Ютубе. И дальше, что тут вопрос был? Ваня Логанова, знаете, как вы смотрите на это? Меня священник отправляет в психиатру. Сходи, говорит, поговори с ней. Ну, я пишу ему. У батюшки, видимо, есть основания предположить вам... Предложить. Предложить вам такое радикальное средство, стать другим. И если это вам поможет, тогда благо и вам, и батюшке. А если не поможет, тогда, может быть, пойти туда уже вместе с батюшкой. Вот он, в дом психиатрии. Сырахов 38.7.20. Вот это вы прочитаете, посмотрите, где время есть. Тут что за вопрос был вверху? Добрый вечер, Владимир Тихонович. Можно вопрос? Сижу и плачу, не знаю, что делать. У меня не получается петь чисто. Некоторые люди говорят, зачем тебе это? Мол, не твоё, что по мне делать. Ну, это мы говорили, я отвечаю, что она петь хочет, но не получается. Но петь охота, я так говорю. Есть притча. Заболевшего в горах осла хозяин развьючил и бросил. Может быть, выздоровеет. Осел оклемался на злачных пажетях и нашёл там также брошенного коня. Однажды осел решил попеть. Но коль разумлял его, да зачем тебе это? А ну-ка, нас опять найдут и навьючат непосильной тяжестью, и мы умрём. Но осло же так хотелось петь просто не в моготу, что хоть криком кричи, и он закричал и очень громко. В это время проходил караван, и услышали это трёх осла. Вышли по голосу на них, и конь только вздыхал. Вот и допелись. Нам не петь и не отпевать нужно кого-то, а учиться горько плакать о нашей незавидной участи. Мы в ответе, ох, как за многое, и за мусульман, и за сектантов. Их бы не было, если бы мы были иными и были светом Христовым. То есть они все были православными. А теперь только и поют все сектанты. Поют хорошо, а не с места. Святая Библия и у них заброшенная книга и забытая. Как Вольтер пророчествовал 200 с лишним лет назад. Умер в 1778 году. Библия будет забытая, заброшенная книга. Её можно будет найти только в музеях археологических. И на складах где-то. Веселиться нечего, и особенно нам православным. Ереме 4.8. Вот дальше я и Илья прочитаю. 3.3. Иаков 4.9. Иаков 5.1. Иаков 5.13. И Филиппий 3.18. Николай Леонов, который убит. Это он со мной переписывался. Николай Леонов. Священство и признание соборов. Там церковь. Это я говорил. Он говорит. Вы говорите о признании соборов, но монофизиты не признают наши соборы после Халкидона. А мы не признаем соборы католиков. Как тут быть? И ещё, как быть с теми, кому объявлена анафема? Например, Филарид Денисетко. Он же был рукоположенным митрополитом, но предан анафеме 11 июня 1992 года. А Филиппийский собор Русской Православной Церкви постановил. И извернуть митрополита Филарита Денисенко из сущего сана. Лиши его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в Клире. 16. За жестокое и высокомерное отношение под ведомственным духовенством. Диктатуру и шантаж. Диктата, да. Диктата, да. Диктата 178, стихопостола, правило 27. Внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих. То есть, женаты, дети у него есть, все это описали. Матфея 18, 7. 1 Вселенского собора, правило 3. 5 Вселенского собора, правило 5. Клятва преступления, святых апостолов, правило 25. Публичную клевету и хулу на архиерейский собор, в кавычках, 2 Вселенского собора, правило 6. Пустое совершение священнодействия, включая рукоположение в состоянии запрещения. Святых апостолов, правило 28. Учинение расколов церкви, двукратного собора, правило 15. Филарет не признал за собой вины и не подчинился решению собора, назвав его неканоническим и незаконным. 21 февраля 1998 года на архиерейском соборе русско-православной церкви Свято-Данилово монастыре в Москве был отложен от церкви и предан анафеме. Как тут говорить о непрерывной хиротонии? Ну ладно, как говорить? Говорю я, но я ничего не могу сказать на Филарета на Украине. Но причащаться бы я к нему не пошел, потому что уже решения вынесены. Но сказать, что он не угоден Богу и что он предан анафеме и через него ничего уже не Бог не делает, не скажу, не знаю. Не знаю. С чужого голоса не люблю петь, как осел в горах. Так, за счет отца Даниила с вами согласен на 200%. Я сказал, что это священно-мученик. Спасибо, Господи. Если вы будете когда-то на Украине, напишите, пожалуйста, хотелось бы с вами встретиться. Да, Бог не допустил. Галина Гаврилова, город Москва. Спасибо, Господи, батюшка Игнатий. Всех благ вам от Господа. Ну что, в первую очередь скажу Галине, что платочек надень, дальше сними брюки, надень юбку. Ну и все такое. Дальше. Наталья Городкова, город Девропетровск. Премного благодарна. Серьезное наставление. Проповедь отца Геннадия Фаста. Буду переслушивать вопрос. Покаяние и крещение во взрослом возрасте должно быть. Благодарю вас. Да, должно быть во взрослом. Но когда обращается искренне, то крестился он и весь дом его. То есть со всеми детьми. Это Леонов пишет. Да. Вот Леонов я сказал, что он говорит, канонов. И что? Рукоположен. Я пишу, что не смог оправдаться. А то он должен был сразу же подчиниться решению Синода. Это мое мнение. Он должен был и не должен быть патриархом. Рукоположен 23 года, вопреки правилам 14-го, 15-го, 6-го Синодского Собора. Не рукополагать пресс-видера раньше 30 лет. И далее все шло с нарушением канона. Но в МП это было. Говорим по вопросу с границ церкви. Без непрерывной хиротонии от апостолов любая организация есть не церковь. А рукоположение истинное сохранилось истинно и поныне у католиков, у православных, всех юрисдикций, у григориан-армян, у коптов и сирийцев. Вот пять сильных. Все же остальное за определением церкви Христовой и есть самозванство. И они принадлежат только к числам 16-го глава. Эпоха те Иераваама. 3-й царств 13-33. И после всего события Иераваам не сошел со своей худой дороги. Но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал. И тот становился священником высот. Вот так это сектанство. Внутренне я бы не пошел к Денисенко. Для меня он опасен. Что еще в огоньке написано про его жену и детей, при ней уже как от епископа. То нужно бы и эту вину рассеять и извернуть по канонам. Тут все опирается в нас самих. Кто пошел к нему, их совесть не судит. И Бог им судья. Говорю, что я бы не пошел. Но украине будем, быть может летом. Дальше. Ну дальше о крещении спрашивали. Так. Геннадий Владимирович Морозов. Слава Богу, вас благодарю. Прямо в десятку, через душу, в сердце, а после в мозг. Работа мне моя нравится. 12 лет уже на ней работаю. Но нравится и кролиководство. Опыт имеется. А я в своем доме живу. Место есть. В прошлом году мое начальное дело кроликовода зараза покосило. Ошибки понял, но заново пока не начал. Видимо пришло время начать. Тем более у нас на неделе двое дня ожидается. Двое дня ожидается. Двое дня. Три дочки будет. Первые пять лет. Живой в Казахстане. Город Караганда. Мне 33 года. 14-й день рождения. Жене Екатерине 30 будет. 3-го октября. Декабря. Молитесь за нас. Благодарю. Да, мы молились. Галина Гаврилова говорит Москва. Ага, Тихонович. Все дальше. Это не все еще. Следующий. Ярослав Вишневский. Город Минск, Беларусь. Вот не люблю, когда развалины. Развалины. У меня сразу были которые. Все это не друзья. Разговаривать с человеком в таком положении. Лежать какая нужда. Или вот сидят там в Смирнов или кто. И все время стакан и пьют. Хлюпают и хлюпают. Да какое это христианство-то. Люди по неделе, по 40 дней не пили, не ели. А тут в какой-то момент ее все берут, что-то пьют, что-то наливают. У нас на занятия пришла еврейка один раз. Только пришла первый раз на занятие. Я вам пирожки принесла. Да что ты. В уме или нет. Знать тебя не знаю ты пирожки твои. Прямо глупости какие. Я даже собаке не дам от незнакомого, чтобы не отравилось. У меня такое чувство, что я безбожник. Прости меня, Господи. Может быть, похоже. Отец Игнатий, как научиться терпению? Простите, если я к вам лезу с вопросами. Спасибо вам за... Никогда не разваливайся в глазах людей, что у меня жена рядом сидит. И она меня лежащим не видела за 50 лет. И все кончилось. Никогда не позволяй себе. Стой, ухватись за что-нибудь там ветка, дерево. И так постой маленько. Или сядь там не больше 15 минут. И то, когда уже 60 лет тебе будет лишнее. Николай Леонов. Говорит Днепропетровск, Украина. Конечно, можно организовать беседы с людьми, если будете в Днепропетровске. Тем более, что летом я буду на Украине. Ну, дальше начались такие. Епископ Петерим Волочков. Че себе. Вот. Игнатий Тихонович, интересно посмотреть о потерявке. У нас тоже есть деревня Ким такая. Фото на стене за конец июля. Божие благословения, дорогой Игнатий. Вот размышляю, посмотрев картинки. Невозможно даже подсчитать количество жертв, принесенных на арене Колизея в усладу собравшимся. В период правления Трояна погибло около 40 тысяч гладиаторов. Также в период правления Трояна на арене Колизея появились христиане. К примеру их мужества служат слова мученика Евстратия. Все телесные мучения с радостью для рабов божьих. Вот он вышел и видишь как дальше. Михаил Малахов, город Артемовск. Добрый день. Мне бы ваш энтузиазм. Дай Бог вам здоровья. Вот это. Ну вот это кто рядом-то. Сам бороду не брей. Застегнись. Я сразу скажу внешне хотя бы. Она должна быть в платочке. Ну и одеться прилично-то. Ну и верующими быть. Энтузиазм. Надо верить просто, что перед Богом все. Отец Сергей Дудин. Вот. Такие друзья были. А сейчас гоняются. Где ущипнуть. Где украсть мои с ним беседы. Просто тяжко больной человек сделался. Внезапно. У меня не было. Вдруг изменился. Измена, трус, и обман. Ведь смотри, какие были у нас отношения. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Просматривал рассматриваем вами вопросы. Почему-то не нашел в нем характеристик, описывающих монашество. Из-за блуждений и ошибок монашествующих. Ну больше, чем я трудился, трудно найти. У меня два тома. Открытым оком. Седьмой и восьмой том. А книга каждая у меня. Их 30 томов вышло. Это серии. 752 страницы. И два тома полностью посвящены 400 вопросов по монашеству. Ну там еще говорить. Дальше. Может быть я просто не нашел их. Хотя они есть. Если их нет, прошу вас дать на монашество ваш комментарий. Если они есть, дайте пожалуйста ссылку на них. Там отпечатка, отпечатка там какая-то. Ну когда вы зайдете на наш форум. Я говорил, вот мы на форуме идем. На форуме. То зайдите на главную страницу. И там сразу видно тема монашества. И что это есть. И как. Все ответы. Дальше. Елена Прудникова. Город Караганда. Ох, как хорошо. Проси Господи, Отче Игнатий. Видите как они сидят. Деревянные. Все это сделано. Вот женщины. Никогда не могу понять. Зачем открывает грудь. Ну сделай вот так вот. Чтобы было. Олик Никиширова. Город Люберцы. Спасибо Господи, Игнатий Тихонович. На юбочку сделай так, чтобы когда сядешь, вот до сих пор платье доставал. А так кого? Ну считай, что на ноги так еще. Ноги раздвинулись и уже беда. Мария Ивановна, спаси Христос, Игнатий за видео. Оставила комментарий на ютубе остальное с благословения батюшки, он же супруг, который получу поздно вечном или завтра утром. Ну как. Хорошо. Тамара Зиновкина, город Санкт-Петербург. Вот это она увидела, это наш ролик. Боже, какое чудо вы мне прислали под обратие и щедрость своей души. У меня не хватает слов благодарности и признательности за все, что вы делаете во спасение душ и во славу Божию. Вот что нужно нашей святой России. Храни вас Бог. Мои друзья узнают о вас на моей странице. Спаси нас всех, Господи. Всего небольшой ролик сделали, вот такое. Наташа Бутусова помогает в рекламе Петербург в интернете. Рассылает текст с приглашениями. Сегодня разослала 200 людям. Город Воронеж. 200. 200 людям, да. Вот, Наташа, ну куда это годится, вот это вот. То ли разорвал кто, то ли еще лоточек надень, сережки убери. И вот так закрой все. Это же самая ценная грудь женщины. И так, ну, замужняя тем более. Вообще необъяснимо. Повторяю, за 1300 лет ни одна мусульманка даже во сне была, она устрашилась. Это, считаешь, Виктория Гюго, отверженная. И она посадилась, садилась в кабриолет. И когда садилась, ногу-то подняла в платье. Это у нее до щихолотки вот так вот поднялось в платье. Она обернулась, а там какой-то карнет стоит. И она теперь вспоминает, спустя уже 30 лет, и все вздрагивает. Он ее увидел. Вообще. Игнатий Тихонович, есть люди, которые не верят в Святую Троицу. Считают, что Бог Отец и Бог Сын и Дух Святой это разные боги. Объясните во Святи Библии, как объяснить, что Бог един, если они из поста называют Богом еще одним. Ну, это свидетель Югова. Я уже об этом объяснял и неоднократно о Троице. Я могу это показать, конечно, зайти к себе и Троице. Вот, допустим, мне нужно что-то узнать. Ну, у меня есть большая работа, и я смотрю здесь слово Троица. Вот сейчас посмотрим. Есть ли где-то здесь? Это, это, это. Найди. Вот Троица. Вот, вот, вот. Вот это, да? Тут два, тут Иисус есть Бог и еще. Вот, смотрите. Я просто буду продергивать, и посмотрите, где. Дальше, что Бог явился во плоти. Бог! Вопросы какие задавать надо? Смотрите, себя останавливайте там, и потом смотрите. У меня эти темы уже разработаны. Я почему раздвигаю, чтобы видно было, легче считать? Три на небе. Вот, это первое. Дальше мы сейчас смотрели. Там вторая есть про Троицу, да? Вот, смотрите, что написано. Вот до сих пор пока покажи. Просчитаете. Вот ответ-то уже есть он. Это мой ответ. Мой. Я не чужое беру. Сам работаю над этими. И ответы очень подробные. И кроме того, на... Вот, смотри. Вот, когда мы здесь смотрим, то у нас есть еще сайт. Так, это у нас... Это что у нас? А, это YouTube. Ну, теперь откроем сайт. Наш сайт. Вот он, во свете Библии. И вот, от вопроса и ответа. Сколько вопросов, они разбиты на 55 папок. Заходите. Здесь проповеди, тысячи проповедей. Наши книги. Вот они все здесь есть. Фотоархив, стихи мои. Аудио, видео начитанные. Здесь все книги. Здесь 50 книг, насчитанное аудио. Скачай, и можно слушать. Здесь о Потеряевке, о детском лагере, о правилах и прочее. То есть, темы огромные-огромные везде. И дальше что? Все, маленько еще сейчас. Наталья Городкова, город Днепропетровск. Уже не первый человек с этого города, а также оттуда Николай Леонов, который зовет нас в гости и готов организовать людей. Если встреча будет, Наталья тоже должна об этом знать. Пишу вам для ваших заметок по городам и людям, которые ждут. Наталья пишет. Библия... Это администратор мне перекидывает. Там, с контактов, везде. Ну и вставку сделали. Библия есть богодухновенное писание, и его не заменишь ничем. Очень с вами согласна. Да еще и про протестантов тоже. Смирения им не хватает, а не хвастаться, кто знает, больше. О монашности вот спрашивали. Смотрите, я сейчас пройду как раз. Вот смотрите внимательно. Зафиксируйте. Откуда что известно. Вот о монашистве конкретно. Какие у меня ролики стоят. Ну, посмотрите один раз. Это все на форуме. Таких материалов нету в мировой сети, никогда не было. Я прямо, кавычки, открываю житие святых. Никита, ободрись. Ты совсем поплыл уже. Еще ты так. Смотри как. Монашество уничтожило соль, и мир захватил все. Для мира безбожного не было лучшим помощником, чем монашество. Высосшая силы из народа и погубившая за монастырскими стенами самое ценное. Смелая, обескровила страны. Этими мумии антихристианские. Откуда берем? Книга. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. Православное монашество и аскетика и в исследованиях и памятниках А.И. Сидоров. Москва. Паломник. 542-я страница. Все две страницы, а то общая. 6 тысяч экземпляров. Дальше. Страница 524. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия и потом под владычеством равитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народоселении. То есть они высосали соки из народа, и там ничего нет. Ну, с этим вот можете соглашать, зафиксируйте и себе напишите. Вот, еще что. Учение Святой Троицы, вот оно где. Просто зафиксируй, некогда, времени уже нет. И снова Сергей Дудин. Мы очень хорошее отношение имели, и вдруг как взбесился. Совершенно как одержимый сделался. Ищет, эти ролики уничтожает, что-то там взламывает, поносит. Что такое? Я объясняю только так. Система патриархийной лжи. И натравливают людей, я называю, патриархийное кодло, как бешеные псы за мной гоняются. Что сделалось? Вообще никакого объяснения нет. Игнатий Тихонович, дайте, пожалуйста, комментарий на этот текст. На будущее время всякий епископ, осветивший цирк без мощей, должен быть извержен. Правило 7, Вселенский собор 7. А что давать-то? Он должен делать это? Так не часть мощей-то, и при том мученика. Без мощей мученика, мученика написано. Ярослав Вишневский, город Минск, Беларусь. Отец Игнатий, что делать, если мысли поглощают и нет настроения, и уныние нападают? Да что тебя? Петь есть не давать тебе, и ты оживешь. Дня третья продержать в подвале? Непонятно, кто... А, есть. Добрый вечер, отец Игнатий. Скажите, мою знакомая в детстве была крещена православией и попала в секту пятидесятников. Ее там повторно перекрестили, потевируя, что крещение в детстве не является осознанным. Скажите, она сейчас ушла оттуда. Что ей делать в этом случае? Ну, я не знаю, что ей делать. Значит, она ушла оттуда. Что теперь делать-то? У меня написано, второй том открытым оком, противосектантское. Туда зайдите, там все сказано. Нижний Новгород. Дмитрий Ребезов, отец Дудин вопрос задает. Да. Вы привели правило не полностью. Вот как оно выглядит на самом деле. Вот на этом можно дать пояснение, а не на отрывок. Просчитаете здесь, вот что оно есть. Вот как на самом деле, просто себя закрепите, и потом просчитаете. Дальше. Вот до сюда. Закрепитесь, и на этом... Вот ответ какой длинный. Я много времени трачу на это. И все местописания, соборы, каноны, все указывают где. Вот оно как. Просчитайте. Дальше. О чем он? Ярослав Вишневский. Ну, это он говорит. Что я ему говорю? Ответ. Коти лица. Да, бом... Дальше. Работать нужно. До седьмого пота ежедневно. Уныние у человека всегда от плохо сделанной работы. Пастись крепко. По два дня не ешь и не пей, и дурь, схлынись за месяц. Всего-то за один единственный месяц. От блудного ума и толстого чрева. Псалом 63. Вот дальше. От конца земли взываю к тебе в уныние сердце моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Серахва 2023. Есть лукавый, который ходит согнувшись в уныние, но внутри он полон коварства. И тут отвечаю кому-то тоже. Про какое-то. Про кто был кричат пятидесятников. Ага. Ну, вот оно. Я просто показываю. Вы посмотрите, прочитайте. У меня уже времени нет. Уже показывает, что сейчас прошел. Так. Ну, прощай. Прощай вот это вот. И еще. Все хорошее, что видели у сектантов, применить их в своей жизни. Это любовь ко Христу. Их дружба, их любовь к Святой Библии и многое другое. Много хорошего у них. Но они не церковь. И у них нет, не было никогда священства, рукоположенного от апостолов. То есть нет у них епископа. Это их трагедия. И о них теперь всегда молись, что они вам дали так много хорошего. В своей массе они несравненно чище живут, чем православные. Они были бы лучшие христиане. Если были бы в церкви Христовы, а не в секте. Полные ереси самых причудливых и дурных. У пятидесятников всегда самый высокий процент попадающих в дурдом. Там одержимость чуть ли не поголовная с этими языками, которые отнюдь не от Бога. Наталья Сыпченко. Россия батушка наша, потеряевка дочь. Во как еще. Ну и все пока на этом. Слава Богу. Сегодня у нас 21 января. Но если Господь благословит, то и завтра будет. Смотрите, сегодняшний 40-й этот номер. И там как нашу сестру не запускает. И на улице она молится. Я счастье ее дал. А завтра полностью выставлю этот ролик. Он будет называться подлинный лих московской патриархии. Вот и все. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Это какая? Богу нашему славу.